Пешеходные переходы возле школ попали в поле зрения Общероссийского народного фронта. Вместе с сотрудниками ГИБДД общественники проверяют их на соответствие всем нормам безопасности. Ведь как свидетельствует статистика, возле общеобразовательных учреждений происходит немало ДТП, когда под колесами оказываются ученики. Тем временем 1 сентября уже не за горами. Ситуация на этом пешеходном переходе возле школы номер 1, это на пролетарке, типична. Деревья разрослись так, что закрывают дорожные знаки. Зебра давно стерта, а новую наносить в общем-то и не на что. Дорожное полотно, конечно, разбито и нанесение пешеходных переходов на разметку на дорогу должно соответствовать ГОСТу и норме. Так как сейчас мы видим, что здесь уже нужно его обновить и обрезать также ветки и сучьи деревьев, которые закрывают дорожные знаки. В Мигалово перед школой номер 19 наоборот. Асфальт радует своей новизной. Его на улице Громова только положили. Нанесение разметки и прочей работы еще только предстоит провести, чтобы переход соответствовал всем стандартам. Госавтоинспекция обещает проконтролировать. Дополнительно необходима установка искусственных неровностей вблизи образовательного учреждения. Также будет нанесена разметка, обновлены пешеходные переходы. Столь пристальное внимание Общероссийского народного фронта к пешеходным переходам возле школ не случайно. Дети дисциплинированностью никогда не отличались. А водители из-за буйной зелени могут и не увидеть, что рядом располагается общеобразовательное учреждение. И надо быть особенно внимательным. В результате ученик попадает под колеса. Причем таких ДТП по всей области за последние два года произошло немало. В 100-метровой зоне возле образовательных учреждений это 6 в городе Твери, 3 в городе Кимры, по 2 Вышний Волочок, Торжок, Старецкий район, Вышнолодский район и Бежевский район. По всем выявленным нарушениям ГИБДД составляет предписания, направляя их в муниципальные органы власти. В случае неисполнения взыскивается штраф. Правда, госавтоинспекторы и ОНФ надеются, что до этого не дойдет. Ведь нанесение разметки, установка знаков и обрезка деревьев стоят не таких же больших денег. Тем более, когда речь идет о безопасности детей. А она, после страшного ДТП под Калязином, теперь на особом контроле у губернатора.